Оно много раз горело, стало прибежищем бездомных и было опасным для детей. Но сносу заброшенного здания жители соседней многоэтажки не рады. Скоро здесь появится спорткомплекс, который заказал алтайский филиал Финн-Университета при правительстве России. Глядя на проект, жители недоумевают. Здание будет стоять настолько близко к их дому, что закроет вид для всех квартир по этой стороне вплоть до пятого этажа. Самое основное, что наш дом построен таким образом, что не имеет длинных сторон и торцевых. Соответственно, расстояние между домами должно быть не менее 20 метров, ну а то и более. Еще в нашем доме каждая сторона – это отдельная квартира. То есть по проекту будущее строение, оно будет 17 метров в высоту. Соответственно, это где-то пять этажей займет. По документам, которыми располагают жители, расстояние между домом и будущим спорткомплексом университета будет составлять всего лишь 12,5 метров. У меня много вопросов о посадке здания, вообще посадка. Вся площадь строительства – 5000 метров квадратных. Пятно застройки – 2000 метров квадратных. У них 3000 метров квадратных свободной площади. А почему они прижимаются к дому на 12 метров, непонятно. Можно было отнести на 20 и на 25 метров. Представители генподрядчика рассказали нам, что планируют построить полноценный спортивный объект для студентов. Обилие спортзалов, бассейн, буфет. Но проблем с домом не видят, как и сам заказчик финн-университет. Все здесь нормы соблюдены, строительные. Этот объект прошел государственную экспертизу. И я так понимаю, что жильцы, мне кажется, жильцам лучше здесь видеть именно культурный спортивный центр с озеленением, чем вот этот, то, что здесь находилось дальше. В этом с подрядчиком и заказчиком солидарны в городском комитете по строительству, архитектуре и развитию города. Правда, в ответе жителям про расстояние между зданиями не сказано ни слова. Претензий к проекту тоже нет. Вопрос размещения строительства объекта с учетом его размещения был решен на стадии проектирования, о чем свидетельствует наличие положительного заключения государственной экспертизы. Если ни одна инстанция не встанет на их сторону, жители обещают пойти в суд. Тем более опыт борьбы против соседей-застройщиков у них уже есть. Андрей Дриер, Алексей Фризин. День с толком.